Главам органов местного самоуправления рекомендовано усилить охрану расселённых домов. Речь идёт об установлении постоянного наблюдения за ветхими строениями, подлежащими сносу. Оградить доступ к заброшенным зданиям главы муниципальных образований рекомендовано в связи с частыми случаями загораний расселённых домов. На особый контроль необходимо поставить профилактическую работу с детьми о недопустимости их нахождения в заброшенных зданиях. Сами дома уже давно никакой ценности не представляют. Они давно расселены, их износ составляет 100%. А вот последствия могут быть очень серьёзные. Гораздо серьёзнее, нежели от возгорания жилого дома. Ведь рядом с этими хибарами есть и социально важные объекты. На сегодня, конечно, это проблема. У нас по статистике с 2016 года, в 2016 году, где-то уже 12 возгораний в этих домах. Это и угроза соседним домам, где есть деревянные строения. Ну и вообще угроза даже безопасности. Там собираются люди с непонятными целями. Все строения находятся на территории города Нарьинмара и посёлка Искателей. Последний случай произошёл в понедельник, 19 сентября. Загорелся дом по улице Смедовича, 9. Пожар удалось оперативно потушить. Строение не разрушено. В настоящее время по всем фактам проводится проверка. Как главным управлением проводится проверка, так и управление внутренних дел. Также сотрудники выезжают на места возгораний. Устанавливаются причины, устанавливаются виновные. Сносом этих ветхих и расстелённых домов занимается конкретная служба управления городского хозяйства. Как пояснили нашей съёмочной группе, до момента сноса этих домов по правилам пожарной безопасности должна осуществляться обязательная охрана строений. Нашим отделом непосредственно занимается, мы ежедневно выезжаем три раза в день, осматриваем дом. Если консервацией мы занимаемся, если где-то что-то разбито, мы непосредственно звоним. У нас есть чистый город, тоже занимается, помогает нам, заколачиваем эти дома. Ну и периодически, на следующий день, опять объезжаем, та же самая картина, что опять двери скрыты, где-то окна скрыты. И, соответственно, отсюда и получаются эти поджоги. Однако на практике эти методы недейственны. Дома продолжают гореть. Долгожданный снос осуществляется в рамках государственной программы округа, обеспечения доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ниницком округе, рассчитанной до 2025 года. В этом году нам выделено было всего порядка 2 миллионов рублей на снос этого ветхоаварийного домов. На эти деньги мы снесли, получается, за ПРРК-12, строительная 9А, и это примерно 1 миллион 500. На оставшиеся деньги мы планируем вывезти газопровод с Яфтысова 1А, сделать вынос газопровода тоже там, и рабочие 19А, вынос газопровода. Больше денег у нас нет, у нас снос домов в этот год больше нет. Деньги, да, соответственно, мы писали, там порядка где-то 3 миллионов ещё нам потребуется, чтобы вывезти с сенсей все эти аварийные дома. Но обещали нам только 500 тысяч. Словом, как долго предстоит жить в опасном соседстве, никто из ответственных лиц городской администрации точно нам сказать не смог. А между тем, дома горят не только в городе, но и во всём регионе. Только за последние несколько дней произошло три пожара. 14 сентября сгорел частный дом в селе Нижняя Пёша. Пострадали два человека. Загорелся дом, хозяйственная постройка в виде гаража. В горели два очка. Один находится в реанимации. Сейчас будет транспортировка в Новгород, а второй как бы легче ситуация. В тушении пожара принимали участие и пожарный под, и работники северного комсервиса со своей техникой. В семье, пострадавшей в результате пожара, предоставлено временное муниципальное жильё. Горение произошло при перекачке бензина в бочкотару на придомовой территории. В этой связи глава региона рекомендовал руководителям органов МСУ взять под особый контроль соблюдение населением правил хранения горюче-смазочных материалов в соответствии с принятыми в муниципалитетах нормативными документами.